Пожел бы день дистанции. Как дела ваши? Сегодня 30-летняя жительница Березы Ирина Домино вспоминает как страшный сон тот момент, когда ей озвучили диагноз. Правда, расстроиться по этому поводу женщина так и не успела. В этот же день ей предложили сделать операцию, а через два дня она была госпитализирована. Ей была проведена операция. Сегодня Ирина с удовольствием беседует с лечащим врачом и ожидает визита японского доктора, который провел это уникальное хирургическое вмешательство. Я даже не осознала. Все очень быстро произошло. Мне кажется, это вообще удивительно. Такой шанс бывает, один на миллион выпадает. И он попался мне. Я очень рада. Оригинальный метод удаления опухоли щитовидной железы с помощью эндоскопии профессор Токийского университета Казуо Шемизу изобрел практически 20 лет назад. Уникальность такого оперативного вмешательства в том, что проводится оно без разрезов на шее, а потому практически не оставляет рубцов и шрамов. Инновационные технологии были переняты брестскими хирургами, которые смогли их дополнить своими наработками в виде уникального инструментария. Изначально, который привез профессор Шемидзу, нами была немножко изменена. Мы внесли свои какие-то новшества. Даже на последней операции мы показали, какие нюансы у нас по операции, как мы ее проводим. Профессору даже понравилось. Он сказал, что даже будет у себя в практике внедрять наши усовершенствования. Конечно, количество операций, которые проводятся в Беларуси, существенно меньше, нежели в Японии. Однако, стоит отметить, что брестские хирурги очень способные. Они быстро адаптировали такой вид операции. Безупречно освоив мою технологию проведения, эти специалисты могут ее совершенствовать. В Беларуси эндоскопические операции на щитовидной железе выполняются только в Брестской областной больнице до 60 оперативных вмешательств в год. К сожалению, потребность в этих процедурах остается такой же актуальной, как и работа в сфере профилактики и выявления случаев заболевания на ранних стадиях, на которую сегодня сделан особый акцент и у японцев, и у берестейцев. Наша задача – организовать скрининг раннего явления рака щитовидной железы. И с этой целью работает вся общая лечебная сеть. Мы усилили эту общую лечебную сеть передвижной диагностической лаборатории, которая круглый год колесит по Брестской области. В соответствии с планом управления здравоохранения обследуют преимущественно сельских жителей. Там, где эта помощь менее доступна. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.